так мы увидели стандартный вариант отдыха а сейчас мы будем двигаться вот туда вот к тем скалам там есть разные бухточки пещерки видовые какие-то зоны мы скачали карты maps.me и сейчас будем идти в ту сторону смотреть что там есть вода по правде говоря очень бодрящая поэтому именно тюленица вы тут точно не сможете но забежать выбежать и пойти дальше гулять я думаю неплохая идея купили килограмм клубнички за 2 доллара сейчас по дороге не будем кушать и идти туда уже в сторону леса и так вышли на тропу тут есть указатели в отличие от киевского голосеевского парка и леса и сейчас будем двигаться уже туда конечно же у нас есть карты google карты и maps.me мы себе скачали онлайн потому что интернета здесь у нас нету но карта есть и всегда скачивайте все карты перед тем как вы едете куда-то в другую страну это очень важно вы по этим картам можете все эти тропки видите вообще передвигаться и не бояться что вы заблудите а также хочется заметить что здесь очень крутая природа очень много всего растет очень красиво как только ты покидаешь вот эту зону туристов страна просто становится другой раскрывается и тут действительно круто в общем идем дальше смотреть что здесь есть мы очень долго думали снег это или не снег вот там вот на той вершине это кстати самая высокая точка кемера 2300 с чем-то метров и по-моему все таки это снег есть только один вариант узнать снег это или нет но не сегодня но вот в планах есть и надеюсь мы там скоро окажемся вы не поверите кого мы здесь встретили муркот ты что здесь делаешь он лежит как дома на диване турции принципе много котов здесь тепло и здесь эти собаки в меньшинстве мне кажется кошка кошка муркошка итак друзья полазить тут реально есть где вода постоянно меняет свой цвет здесь очень много всего интересного сверху можно увидеть здесь мы видели какой-то супер крутой отель макс royal а потом для интереса посмотрим какие там цены но там прям такой супер космос у них даже свой пляж со своим песочком беленьким и вот не знаю продолжение этого отеля лет уже что-то следующее тоже строится пляж прям на ваших глазах с нуля вот эта галька которая обычно здесь была она засыпается вся укладывается песочком привезенным откуда-то я не знаю беленьким таким красивеньким он выстраиваются пальмы ну и в будущем это будет чей-то наверное пляж какого-то отеля возможно этого же крутого который макс royal что-то там выглядит сверху он очень здорово ну и у него как вы видите своя прям бухта окруженная скалами чем-то это напоминает пятизвездочные и четырехзвездочные кемпинги в которых мы ночевали в греции с леной я не скажу что я любитель таких мест но увидеть это сверху действительно прекрасно мне конечно нравится дикие места где вообще никого нету и кстати как раз в греции мы такие места находили поэтому путешествуйте старайтесь все-таки больше в диких частях не там где нет людей там можно намного интересней найти разные места чем вот это что уже сделали под вас и где тусуют куча народу и ну я не знаю отдохнет или вы как следует потому что мы сегодня почувствовали реальный отдых и вот прям знаете как-то с души все упало вот только когда выбрались из зоны туристической где закончились те люди мы здесь встречаем хайкеров они иногда бывают появляются но вот здесь вот очень здорово и воздух вообще все просто как сказки оказались пока мы были там где были туристы на море вот этот весь движ ну такое но я понимаю что процентов 90 людей турцию знают только как вот такое поэтому всегда свои границы раскрывайте идите дальше смотрите карту все это несложно в наше время раз-два и ты уже где-то наверху вышли уже к цивилизации и идем в город кемер там найдем какой-то еды возможно пойдем на пляжик скупнемся и дальше будем планировать наши действия здесь такой частный сектор принципе очень мило в горах даже снег еще видно лежит интересно было бы узнать какая здесь температура зимой клубника закончилась мы зашли в макдональдс кемере тут как всегда кошечка и рядом у нас есть пляж вот прям можно идти и купаться мы хотели купаться но сейчас чуть-чуть охладимся кока-колкой потом посмотрим если останется желание пойдем еще скупнемся обратили внимание на такую интересную штуку что местные не особо знают вообще про этот парк и про то что там можно хайкать парк кстати называется олимпус вот эта вся зеленая зона по которой мы сегодня гуляли это национальный парк и вывод мы уже второй раз только что в обратную сторону спросили как нам пройти сюда на эту лесную дорожку и он говорит да нет тут 7 километров там надо по трассе обходить и когда мы сюда шли покупали клубнику у чувака которого зовут как его зовут у чувака которого зовут гамлет мы покупали сегодня клубнику еще всяких вкусностей он нам прикольных по навзвешивал но мы пока еще не покупали а потом это отдельно расскажу про еду в общем гамлет тоже не знал что тут есть тропинки леса сидел а он сказал туда километров 10 по трассе и там где-то как-то что-то куда-то вот как-то вот так вот а на самом деле места то очень крутые я них думаю нужно знать кораблик принцесса светлана назывался давно здесь весь этот лишь происходит и мы в таких интересных местах кстати намного прикольнее чем самом городе это наш город но добираться надо вот так вот поэтому еще по лесу чуть погуляем мы решили все-таки зайти на гору чалыш это или чалыш не знаю как правильно самая высокая точка этого парка национального олимпуса здесь вот такой флаг это показатель если вдруг вы будете спрашивать как куда-то пройти вам сразу будет говорить на флаг вы хотите на флаг и вот вот это есть эта точка и конечно же нам изначально все время всех рассказывали о каких-то маршрутах именно в по дорогам но здесь можно и тропинками подняться как с этого города так и с кемера не по автомобильным а по пешеходным поэтому пользуйтесь таким случаем очень красивый здесь вид вот вид также на ту супер красивую гору которая со снегом вот на которой мы их и ближайшее время надеюсь окажемся вот и сейчас конечно уже дымка не так красиво как было до этого мы опять вышли на нашу дорожечку в общем мы посмотрели все что мы хотели в этом в этой части на этом острове даже не знаю как правильно назвать национальном парке в общем олимпус посмотрели мы все что хотели но был один момент который там еще такая дорожечка вот ближе туда к морю и там было написано что это какие-то пиратские пещеры и сначала мы хотели то пойти на потом увидели кто-то оставил отзыв что по вот этой вот пешеходной зоне туда пещеры попасть нельзя то есть это только на лодке можно подплыть и туда попасть а пешеходная дорожка заканчивается там возле обрыва но эти обрывы мы уже смотрели когда шли в сторону кемера поэтому да если вы хотите посмотреть именно пещеры то вот сверху вы в них не попадете мы в этот кусочек и сегодня решили принципе не идти потому что полазили уже здесь достаточно ну и этот остров за чекинили нормально все прошли так что наверно возвращаться сюда больше не будем по плану у нас еще четыре дня и на каждый день у нас есть определенный план по местам которые мы бы хотели здесь посмотреть ну а пока идем домой на ужин и вечером возможно еще прогуляться по нашему маленькому городку кириш так мы уже выходим на дорогу трек который сегодня мы прошли я записывал и выбрасываю в страву ссылка на этот трек будет в описании если вдруг вы захотите повторить то можете это сделать также в описании к этому видео будет много других полезных ссылок и на бронирование жилье на тур оператора через который мы сюда летели и конечно же на карты maps.me благодаря которым мы сегодня не заблудились так что гуляйте по ссылкам смело там много всего полезного и интересного и и